Привет! Ну что у нас сегодня будет стихия земли и в течение этих трех дней мы будем отслеживать стихию земли через телец через деву и через козерога вот ну стихия земли это более материальная энергия такой флегматичный характер дает людям то есть здесь очень хорошая энергия для стратегии на таких людях держится основа то есть если говорить про огонь то это все-таки люди больше направленные в будущее а вот что касается земли они любят каноны любят уже существующие каноны да привет и использует уже то что есть знаете есть такое знание в йоге то есть звуком он поделен на три части а у и м и как бы когда дети рождаются они скричат а или ма это звук рождения звук создания чего-то нового и он звучит на уровне живота и там получается как раз репродуктивные органы это а есть звук у у если вы так споете вы почувствуете там где грудная клетка там где легкие это энергия поддержания то есть есть те кто создают есть те кто поддерживают но есть еще звук м он гудит в голове получается что это люди звука м это трансформаторы если вот здесь распределить то те кто трансформаторы это как раз огонь вот те кто именно поддерживают энергию вот те вот вот это это именно земная стихия то есть это вот они умеют именно вот эту структуру всю удержать а кто у нас создает что-то новое то я бы сказал что это люди воздушной сферы то есть воздуха мы про это поговорим поэтому сейчас перед началом скажу что телец это знак ну знаете золотой телец тут объяснять нечего стремящийся комфорту к деньгам и таком лакшери условия что кас и им управляет венера венера она творческая она любит красоту поэтому у этого материального знака все-таки развиты некоторые абстрактные моменты но правда телец может очень много нудной работы делать то есть если она приводит его к деньгам но венера является коммуникатором и тельцы они очень правильно коммуницируют они делают это неспешно осторожно они не стараются кого-то менять как это делают там овны или львы они никуда не направляют они просто понимают по пути им с этим человеком или нет что касается дев то им управляет уже меркурий кстати эти планеты они друг другом дружат меркурий это интеллект и здесь уже нету вот этой теплой венеры и дева она тоже также практично как и телец но в излишествах не нуждается то есть это люди которые ради идеи что-то делают но им как бы много не надо они могут даже и не тратить эти деньги которые они зарабатывают они могут их просто откладывать там чтобы был счет а вот тельцы они любят потратиться что касается козерогов это самый сильный материальный знак по сатурну вот и им просто нравится работа им может даже деньги особо могут не интересовать и какое-нибудь искусство и творчество им нравится сам процесс представляете какой полезный знак то есть если бы вот этот наш транжиро телец послушал своего сатурнянского друга козерога то он бы чувствовался офигенно также и козерог если бы захотел что-то для себя приятное сделать ему нужно слушать своего тельца внутреннего козерог слушает своего внутреннего тельца а дева это та которая все-таки холодно смотрит вообще на вещи она может рационально оценить куда она движется но при этом она очень практично в трате энергии если козерог он просто хреначит то дело она не любит много энергии затрачивать ну что так мы можем посмотреть кто у нас хочет вот вообще вот эти планеты венера меркурий сатурн это такая группировка и они с друг другом друзья они себя противопоставляют юпитеру марсу солнцу и луне то есть они как бы отдельно стоят а меркурий венера сатурн у них интересно у них есть способ то есть они крутые коммуникаторы и они такие идеологи вот а солнце луна это больше такие управленцы получается солнце это царь луна это психолог такой астролог при царе марс это воин и юпитер это гуру тот кто их обучает то есть это такое царство а вот когда мы видим венеру до которая с меркурием вместе все это налаживает и сатурн все это глобализирует это как будто бы возможности этого государства без которых она просто не выживет но при этом эти планеты могут с друг другом так скажем борьбу устраивать борьбу кланов так все сейчас к или заходим посмотрим солнце юпитер сатурн сейчас скажу быстро привет в одиннадцатом доме солнце юпитер это создатель кланов ну то есть вы можете создать очень только юпитер сатурном это реально глобальная йога это большие проекты и умение преподнести информацию на большую массу людей нормально клевое соединение еще и водолей так как в медиа пространстве это можно делать так ну что тебе на тельца когда ты рассматривал знаки зодиака вот а ну да кстати точно так получилось я говорил сейчас про огонь и землю я подумала слушай у меня накшатра критика это же огонь обжигающий я священный огонь и земля вот землю и огонь больше всего все чувствую да видишь накшатра я просто сейчас народ не запариваю если еще накшатру добавить там вообще будет ну вот например вот кстати интересная штука я же я же всем говорю что мы не всегда похожи на знаки зодиака вот как раз отеля это прям такой вот пример очень активный по ней вообще не скажешь что на телец чисто по ее внешнему поведению тельцы они реально приторможены немножко а у тебя представь у тебя в первом доме луна в экзальтации это знаешь как сказать вот например и представим что телец это отделение офиса или банка и туда зашел кто-то под коксом луна в экзальтации вот такой зашел что здесь происходит то есть вокруг вроде тихо но при этом шум большой луна то есть сам телец он у тебя внутри создает тишину а поведение снаружи лихорадочное вот такая необычная вещь а внутри я стратег я хочу больших денег я хочу глобальных проектов партнерство строить кланы которые будут жить после меня вот внутри у меня вот такое спокойствие и релаксов м она снаружи я воин который всех бы бишь бишь да это получается что та планета которая управляет домом она дает тебе внутреннюю характеристику а луна так как она просто поселилась туда она показывает как ты себя ведешь внешне и вот так можно сопоставлять но еще надо не забывать что луна вода телец это земля это достаточно гармоничная то есть у тебя так это земля с водой они на самом деле хорошо ладят ну и что у тебя выходит что по тельцу у тебя вот эта луна экзальтированная дает возможность коммуникации на каком-то гиперактивном уровне что луна она со всеми коммуницирует а телец он умеет как-то отсаживать людей он их не любит менять на самом деле он просто выбирает что он не с этим по пути ну как бы это огненные знаки любят кого-то менять а вот тельцы они не любят копаться сильно ну вот получается у тебя основательный телец за счет луны может наладить связи и у тебя луна как раз коммуникацию выходит но есть проблема у тебя экзальтированная луна выходит в третий дом получается что это дом ответственных решений это у тебя гиперактивные эмоции ну как бы тебе нельзя решение принимать вообще под эмоциями это надо хотя бы минимум 3 дня даю да 3 дня себе даю минимум это я уже поняла да 30 годам помудрела и начала кстати по людям можно увидеть что луна влияет на первый дом округлость лица вот у тебя много круглого в лице это реально на тип вот поэтому да ну смотри у тебя получается что дева стоит в детях и там стоит марс ну как бы марс он экспрессивный он стоит в доме романов это очень необычно ну вот мы как бы видим что марс в доме флирта и в доме притягивания людей через сексуальную энергетику но там стоит дело это получается как бы внешне ну ты типа эй там привет малыш а когда человек приближается того дева она типа так а ты кто ты что ты типа то есть это очень обманчиво снаружи ты можешь показаться такой легенькой беззаботный этот марс страстный а управлять на всем дело ты можешь рационально понять а да что то он купился это как бы ну и не интересно то есть дело очень практично но вот это круто представь если бы у тебя там был овен то есть это было бы какой-то взрывоопасная штука да но это говорит о том что ребенка ребенку ты даешь по марсу цели уметь достигать до конца марс правда цели не совсем умеет ставить он как бы сама энергия достижения а дева дает практичность чтобы все было вовремя дисциплинировано но это получается тебе на самой как тоже как примеры ему это давать ну то есть для ребенка это важно чтобы он на тебя смотрел и это видел вот эти два качества по марсу и по меркурию да когда еще он тогда тоже подтягивается как только я расслабляюсь и ну автомат и вот и вот сейчас ты прям удивишься ты прям офигеешь я короче обнаружил такую штуку интересную я не видел не встречал это ни на каких курсах но если тупо посмотреть в дом детей какие там соединения я думал что это все-таки больше общение с ребенком оказывается что это ребенка показывает какой он но я не замечал что есть такое знание так вот представь у тебя марс меркурием йога инженера ну в ребенке понимаешь да конечно понимаю он все конструирует он же ты вижу ты же видел что он творит вообще да он реально полный архитектор да он строитель просто да и у тебя реально вот марс меркурием это йога айтишника или йога инженера это прям спят ну это же не может совпасть так конечно ну вот это определило талант твоего ребенка но я пока еще собираю статистику в этом плане как бы проще смотреть карту ребенка отдельно но я стал замечать что уже у родителей получается от одного родителя другого уже можно увидеть какое сочетание происходит а если несколько детей вот спрашивает тут а тут первый ребенок по пятому дому смотрится потом мы отсчитываем от него пять домов второй по девятому а третий у меня второй второй какой ну второй получается что тут козерог стоит и юпитер в падении это такой материальный да и финансист так выглядит поэтому да можно так увидеть как ребенок вообще рождался связь с пятым домом не было бы сложности или девятый ну вот получается что твой телец всем управляет он сидит на троне он хочет денег он хочет богатство и луна конечно его делает жадно жаждущим если там у тебя сидела дева тебе было бы проще вот ну что луна тут конечно она как вредитель я уже на курсах по астрологии часто людям рассказываю что я пришел к выводу что планеты в экзальтации они более разрушительны чем планеты в падении как я это понял ну короче человек уже рождается с этим даром и он его легко находит и в нем находится постоянно у тебя это воображение цели желания если бы она была в падении то тебе захотелось там работать и поднимать ее поэтому тебе со страстными желаниями работать не хочется это как бы как само разумеется я хочу это правильно а вот если бы была луна в падении ты бы не умела желать и получается если взять человека с луной в падении у не у него более понятные желания и он их долго к ним шел и он учился этому потому что он это не умел а ты не училась и у тебя этого дохренище и эта луна она как фонтан и вот я понял что почему-то планеты в падении вызывают диссонанс о смысле в экзальтации но у нас будет тема такая дальше планеты в падении в экзальтация хотя классическая астрология говорит наоборот планета в экзальтация это благост я вижу что это переизбыток как витамина какого-нибудь в теле то есть то же самое ну и козерог у тебя в девятом доме говорит о том что ты рационально воспринимаешь знания там еще юпитер в падении ты материально да материально как применить это и что мне это дает ну что тебе дает духовность да 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 ну естественно это выходит в дом денег я уже рассказывал что вот эта связь одиннадцатого дома с восьмым юпитер в падении это юпитер это продюсер эзотерической области либо какого-то эзотерика это вообще пипец как хорошо совпало поэтому получается что у тебя ну как бы единственный дисбаланс это вот эта луна в экзальтации которая стремится ко всему то есть это же и удовольствие и это может во всем проявляться да да и юпитер в падении который как бы тоже стремится к материальному то есть эти две планеты они как бы как излишек здесь и в итоге получается если ты увлекаешься каким-то проектом ну и что то делаешь что эти полу планеты заняты короче если они не будут заняты то тебя начнет сводить с ума твои идеи ну то есть и хотелки и будет такая вот неудовлетворенность депрессия бывает бывает знаешь ощущение такое что ты головой где-то там на эвересте там на уровне бог а здесь на земле ты как бы там в однокомнатной квартире это мучает это прям вот да это такая депрессия это толкает не то что там вперед это ужасное чувство когда дисбаланс такой ты понимаешь что ты можешь больше ты другой а ты в какой-то тюрьме как будто сидишь и как отсюда выбраться ищешь ну ищешь выход их ищешь да ну да потому что для тельца то как мыслит козерог это реально тюрьма они хоть и земные оба знаки но они слишком разные все равно венера и сатурн это вообще поэтому козероги с тельцами они как бы с друг другом чувствуют спокойствие в такую уверенность но они не чувствуют что они в одном направлении смотрят то есть без удовольствия к жизни живут да они не понимают как кайфовать а тельцы не понимают почему он такой холодный тип и он только занят работой а козерог смотрит на тельца думает что бы он в пустую время тратит что-то там куда-то там что-то лихорадит что-то хочет ну то есть балабол какой-то и в итоге они вроде бы как в команде но эти знаки они слишком разные поэтому вот стихия земли она отличается от стихии огня просто сих в стихии огня там как-то все более сбалансировано вот стрелец лев и овен тут прям из-за этой венеры прям сильная разница поэтому вы можете не увидеть эту землю в человеке но если вот так в карту посмотреть потому что слишком большая разница тельцы они хоть и земные но у них слишком много творчества и поэтому они вообще не похожи на землю никак вот такие дела классно ну спасибо тебе большое все я побежала давай если его да понимаете моя задача объяснить вам логику можно конечно посмотреть миллион карт и вы будете выискивать эти эфиры где попал какой-то знак вашу планету я обучаю людей на курсах объясняя им что астрологию можно 10 лет учить это невозможно запомнить там миллион этих соединений надо понять логику то есть самому допирать что это значит вы видите что у вас там козерог мы сегодня поразмышляли заходите в карту и начинаете размышлять интересно а мой козерог вот он как себя проявляет в этом доме но вы же говорите то о себе наверное вы сами до себя догадаетесь как это у вас жизни и вы так сможете помаленьку трактовать если вам уже захочется глубоко вы уже через прямые эфиры будете подготовлены и мне будет интереснее вас обучать ну что я сейчас хочу выложить 200 эфиров где вы сами все это прокопаете посмотрите я могу уже на другой уровень вас вывести чтобы не копаться с этими дурацкими домами и домами там этим планеты учить это историю астрологии никому это не нужно то есть всем нужна практика вот только практика помогает вот это запоминалки вот эти вот это за за жизнь не запомнишь поэтому я и учу именно логики так ну что то у нас тут так сверху кто-то писал это десятый дом второй ребенок нет второй ребенок девятый третий ребенок уже первые мы пять домов отсчитываем просто смотрите пятый дом это дети получается второй ребенок это пять домов от пятого дома включая его такая ну как бы система парашары кто у нас еще желает о попов давайте вам наберу наш худой жалко не может посадить так шахеризада степанова давайте вас там еще был кто-то все я сейчас посмотрю так здравствуйте я неожиданно я никак не могу запомнить вашу фамилию да что ж такое сегодня же общались меня вообще на кстати надо понять в карте где у меня такая планета которая не дает запоминать имена меркурий вроде у меня экзальтированный интересно получается что а ну я понял у меня же луна в первом доме я смотрю в первую очередь на настроение человека на энергетику луна ее не интересует сразу какой-то материальный план получается я к человеку подключаюсь на эмоциях и мне часто говорят имя я сразу его забываю я теперь понял почему то есть у меня такое устройство что имя мне нее ни о чем не говорит ну вот ну что получается так у тебя получается здесь телец прямо в 11 доме денег там же где у меня я уже тебе про это говорил у меня с деньгами были проблемы пока я их не захотел телец это там где хотеть надо венера в тельце это говорит о том что деньги притягиваются от венеры это внешность это сексуальность это подача получается если ты будешь обучаться ораторскому искусству и есть всякие курсы по тому как правильно произвести впечатление или например как продать себя это притягивает деньги ну как бы это вроде наивно не звучало но твоя венера она к этому приводит то есть больше уважать именно вот свое присутствие и хотеть как раз вот этого вот вкусного красивого ты достаточно сама по себе прохладно в этом плане и кстати интересно почему давай-ка посмотрим у тебя рак в первом доме как у меня вот но мы все равно разные почему потому что у тебя луна стоит вместе с сатурном сатурн все-таки тяжелая планета и луна твоя она не может так вот себе позволить желать потому что сатурн говорит делай то что надо а не придумывай себе всякую фигню и в итоге из-за того что у тебя основная планета придавлена то тебе и в голову не приходит раскрывать венеру потому что уже сатурн поработал и сказал тебе делай так как нужно а что такое сатурн с луной это отношение с мамой если тебе долгое время в детстве мама говорила что это все лишнее а вот это вот нельзя то какая бы у тебя ни была карта ну как видишь она может не проявляться то есть эти вещи надо убирать это прям глубокая работа поэтому когда мы смотрим на карту нужно понять что у человека в реальности есть а что нет но ты это быстро раскроешь как только ты этим займешься у тебя это реализуется быстрее чем у других раз в 10 потому что у тебя венера в одиннадцатом доме ты быстро сообразишь как подавать себя как продавать ну и вот и мы видим что наш телец пока не мечтает но вот мечты желания здесь нужны дальше у тебя идет дева и вот как раз она тоже создает сложности в плане хотелок потому что дева в коммуникации притягивает таких же дев получается что тебе люди нравятся рациональные практичные заземленные и понятные а чтобы у тебя деньги были тебе нужно общаться с экспрессивными необычными фантазерами творческими а вот эта дева через третий дом она как бы практическое общение вызывает а венера в одиннадцатом доме она все-таки хочет сообщество людей вот с такими прям интересами неординарных неординарных поэтому те люди которые разрушают твои концепции они тебе полезны и видите как необычно можно видеть вот грани карты которые то есть ты могла выбрать и телец просто ты выбрала эту деву то есть это был твой осознанный выбор вот и это тоже от периода в планет может зависеть ну так вот и если мы посмотрим твоего козерога то он у тебя в доме отношений а в отношениях ты стратег в принципе козерог дает длительные отношения но в первой половине жизни дает много разрывов седьмой с восьмым дом соединенный козерог водолей много всяких отношений из других городов переездов там да есть ну вот это нормально у меня честно говоря то же самое же положение и у меня то же самое было я жил в москве если я с кем-то общался это был человек из другого города это вот карма сатурна тут такая ну так вот твой козерог он прохладный достаточно и дело в том что у тебя две прохладных и рациональных планеты в главных домах отношений третий дом и седьмой вот поэтому мы рака и не видим такого эмоционального и такого знаешь непредсказуемого то есть получается окружение плюс отношения ты там очень рациональны и приземленно и приземленно и в итоге естественно это влияет на то что ты не можешь выразить рака и не можешь выразить венеру а первый дом это личность 11 деньги вот и отсюда нужно начинать тебе нельзя развивать себе сатурна и деву эти качества их не нужно вообще развивать у тебя этого оказалось много тебе нужно развивать рака и тельца вот и ты тогда сбалансируешь свою карту и а как это нужно общаться с такими людьми вот и весь баланс вот такие дела ну да то есть вот так мы увидели как где дисбаланс ну что земляной энергии в карте оказалось больше чем нужно ну вот и она захватила главные дома отношения и общения а вот этот наш огонь и вода вот эта гибкая они мало проявляются из-за этого ну вот вот такие дела слушай ну клево да спасибо если его да да соотношение водолея козерога в карте иногда вводит ступор при трактовке ну это да потому что слишком уж они разные козерог и водолей кардинально все таки козерог это земля а водолей это воздух но при этом они принадлежат сатурну интересно попова давайте вас с вами очень всегда интересные у нас эфиры получаются да что ж такое только вас подсоединяю и связь обрывается Натали у нас тут добавилось 4 6 9 5 а вот Аня да я сейчас вижу тебя я просто сверху начал здравствуйте привет я тебя смотрел вы да ну так же в прямом эфире да вы наверное другого человека хотели нет нормально я так и нажал да хорошо так меня зовут Наталья 0 3 0 7 98 скажи фамилию Чупина я тебя просто найду по карте я уже видишь перестаю помнить потому что сама понимаешь но лицо у тебя знакомое а Алейск Алтайский край то есть ты моя землячка от моего города до тебя минут 20 сколько 30 ехать ну недалеко наверное да я не была в Рубцовске я не знаю как там далеко ли ехать или не сильно много ты потеряла хотя я люблю свой город вот понятно мне наоборот из Рубцовска хотелось больше в горный Алтай или в Алейск на природу так ну что у тебя получается прямо дева в первом томе ну то есть мы понимаем да что ты очень практично на все смотришь через интеллект и чувством ты конечно уделяешь второе место у тебя и Венера чувство попало в козерог ты рационал о чем это говорит значит что это не стоит развивать то есть эти области больше ты не развиваешь по тебе видно что они развиты это значит что нужно наоборот огонь эмоции экспрессия необычность вот из ряда вон что нужно деве научиться делать хоть когда-то выходить из графика из плана взять и сорваться взять возьми и завтра съезди в Рубцовск вот у тебя дело удивиться вообще такому решению ты реально познаешь вот это не в Рубцовск а в БИСК недавно так сорвалась и поехала да надо деву немножко раскурочить ну короче дева она нудная достаточно поэтому если будешь зацикливаться за свой план ты будешь сама скучна и себе и людям поэтому окружай себя людьми которые обладают качествами ну я не знаю того же овна куда-то там их прет все время или весы там уносят их рыбы тоже очень интересные ну вот ну с козерогами тебе тоже будет скучновато поэтому дальше что у нас у нас идет ну козерог у нас в пятом доме ну понятно для детей это хорошо козерог очень стабильный и в воспитании но обычно дает он поздних детей потому что настроен больше на карьеру пятый дом это дом образования козерог больше на образование настроен сначала типа надо выучиться там заработать и они в связке с девой конечно же скорее всего детей попозже поставят у тебя там аж экзальтированный марс сверхактивная энергия кстати спортом надо обязательно заниматься с таким марсом по пятому дому вообще не дружусь вот подружись потому что он у тебя и так не успокоится сам по себе у тебя марс выходит в дом секса и в дом коммуникации ты либо будешь гиперактивный без тормозов либо гиперстрастный с таким марсом ну то есть тебя будет береть в одну из этих сторон будет дисбаланс поэтому по марсу нужно спорт по венере творчество пятый дом это же дом творчества причем творчество такое тоже структурного характера где можно собирать что-то рисую я да ну можно еще знаешь типа игры какие-нибудь типа гоа где нужно логикам а го люблю такое да вот шахматы вот эта вся штука она здесь интересна юпитер в падении опять же говорит о твоей материальной природе нужно юпитер поднимать через духовные практики медитации интерес к философии как бы со временем эти знаки они будут стареть вместе с тобой и закрепляться как сухожилия знаешь и вот это вот дело с козерогом они будут становиться все жестче и жестче если у тебя не будет баланса то у тебя жизнь в 30 лет будет выглядеть как будто тебе 70 поэтому нужно сразу обратить внимание ты очень стремишься к стабильности но я тебе скажу что ты к ней привыкнешь буквально за ну ты сама знаешь что ко всему ум привыкает он так устроен то к чему ты стремишься очень быстро будет в привычке и в какой-то момент ты поймешь что эти материальные стремления они не так долго дают кайф вообще когда мы хотим материального кайф самый маленький поэтому люди несчастны кто зациклен за деньги ты их хочешь хочешь они появляются и ты как бы ух классно там купил дом все и так и все и уже дом как бы ну и ладно дом нам специально природа в наш мозг устроила такой момент чтобы мы осознавали что мир не является материальным мы не можем его осязать мы уйдем и ничего с собой не заберем получается построив дом не кайфует человек он какое-то время кайфует а если ему этого достаточно он просто начинает деградировать поэтому людям мы дали кайф через другие вещи через медитации через какое-то изучение чего-то необычного всю жизнь поиск чего-то оттуда бесконечный кайф и чтобы люди все-таки стремились к этому и все равно каждый человек к этому приходит что если я чем-то увлечен если я что-то исследую или я занимаюсь практиками и получаю какие-то необычные ощущения то мой кайф более интересный чем у того кто просто материально обеспечен хотя снаружи может показаться что у этого человека все в порядке я думаю что надо соединить духовный и материальный аспект ну вот да классно с вами поэтому поэтому вот у тебя видишь телец еще стоит в доме духовности и знания если ты изучаешь философию не знаю там ту же ведическую культуру читаешь я не знаю там Будду ну я вот смотрел все и Коран и Библию все изучал у тебя это практически применимо в деньгах потому что телец он материальный и он эти практики применит в жизнь он поймет философию как все устроено и начнет управлять этой денежной энергией только на тонком плане а не на уровне того что ты будешь просто впахивать когда я начал изучать энергию денег я стал понимать что надо к ней обращаться а не делать много дел надо подумать а что такое для меня деньги и понять во что они превратятся когда ко мне придут я начал понимать что не все это представляют что люди хотят денег не знают сколько и не знают для чего если у энергии нет вектора и она не понимает для чего она приходит она точно не придет если человек придумал для чего ему эта энергия и знает куда ее направить но не знает через что ее получить деньги тоже не приходят бывает все совпадает человек нашел свою работу она любимая к нему приходят деньги и он реально знает куда их потратить все складывается но почему-то сумма не увеличивается а это уже ширина потока он себя почему-то внутри не может позволить расширить его он увидеть только в узком плане что вот сколько я работаю столько я и получу деньги это тяжелый труд и у него в голове такая логика а он же не может свои способности превысить и получается он до какого-то уровня доходит работы ему платят больше и он останавливается навсегда потому что он у себя в голове держит мысль вот сколько я работаю столько мне и заплатят а если человек не связывает степень своей загруженности и степень своей усталости с заработком а понимает что можно это сделать вообще не работая а именно создав правильный план ну то есть идея делегирования чтобы механизм был ну как киосаки писал что кто-то пришел в деревню и решил зарабатывать на воде он брал ведро бросал в колодец набирал воды и приносил каждому в дом и ему платили вот он был таким предпринимателем начинающего образца а вот другой он понял что людям нужна там вода из конкурентов у них только этот чувак который с ведром бегает и просто построил водопровод вот и тот кто строит водопровод естественно у него другие условия работы с деньгами он затрачивает все-таки труд не физически а интеллектуально и ты уже начинаешь интеллектуально этой энергией управлять ну и потом начинаешь добавлять всякие примочки то есть энергию земли усиливает сурья намаскар то есть энергию солнца это техники асан ну то есть это блок асан который усиливает материальную энергию сурья намаскар можно посмотреть в интернете потом то есть материальную энергию усиливают медитации которые с открытыми глазами где человек концентрацию вырабатывает цигун тот же вот потому что медитации с закрытыми глазами они усиливают больше духовный спектр и тонкие энергии и там энергия денег может наоборот размыться даже хотя тебе это будет на пользу потому что тебе как раз нужно размыться чтобы ты потом кайфовал да и поэтому мы вот через ну например человек вегетарианец такой воздушный легкий а у него вдруг появились тяжелые эмоции в связи с тем что он начал бизнес вести ну как бы там немножко не те условия которые были раньше и ему нужна жесткость а он кушает такую воздушную пищу как пушинка такой весь принимающий это тот самый момент когда нужно сменить питание уже начать есть рыбу и что-то пожестче то есть и завязать с вегетарианцем на время создания такого бизнеса потому что я у многих бизнесменов замечал из-за того что люди не едят мясо особенно ну хотя бы рыбу нету хватки нету такого вот стремления потому что рыба заземляет нас она делает нас земными очень то есть ты когда рыбу ешь ты подобен рыбе такая не сильно эмоциональная и ты такой не супер чувствительный становишься но зато тебя хер пробьешь а когда ты вегетарианец ты сверх сенсор все считываешь поэтому у меня на вегетарианство очень такое мнение своеобразное но я могу это говорить потому что я 8 лет был вегетарианцем мне есть что сравнить сейчас мне хочется рыбу я ее кушаю но если мне вдруг не захочется я не стану ее есть ну короче я от ощущений иду вот но когда я бизнес начинал делать мне как будто бы не хватало какого-то заземления и мой организм сильно захотел рыбы и я не стал обламываться и начал ее есть потому что ко мне стала приходить материальная энергия и видать уровень физики и его не воспринимал и не принимал и я питание утяжелил вот именно мясом вот такая как бы интересная штука видишь мы с тобой тему развили вот да интересно очень да можно я спрошу быстренько скажите пожалуйста какая сфера мне подходит ну я думаю что недвижимость что у меня там вот с этим я это очень волнует сейчас я собираюсь поступать просто куда в магистратуру вообще я логопед у меня бакалавриат по логопедии но хочу заниматься недвижимостью вот очень странно конечно из одной совершенно крайности в другую вот но сейчас я думаю про поступление и я как бы уже разговаривала немножечко об этом что-нибудь связанное с недвижимостью вот и сейчас я опять об этом думаю и как бы вот уже хочу делать но слушай я тут особо-то недвижимость не сильно вижу у тебя во-первых по Венере есть в принципе организация людей нетворкинг дипломатия у тебя Венера и Луна управляет вообще планеты достаточно такие творческие домами денег Луна вообще показывает большую работу как психолог человек который Луна Кету то есть умение именно ну как бы ты можешь здесь и продажником быть в таком положении но как бы тот кто на уровне чувств эмоций работает с людьми подключается Венера она у тебя очень творческая она может обучать еще через девятый дом а пятый дом дом последователей то есть ты можешь обучить второй дом может через Венеру да проявляться как логопедия например это возможно а пятый дом это дети да это возможно и просто у тебя очень творческие положения которые ты похоже не развила потому что Венера Марс это йога дизайнера Венера Сатурн это йога архитектора и твоя творческая луна вот у тебя как-то нужно чтобы это тоже проявилось что ли да да понимаю хорошо ладно так что подумай но логопедия тоже сюда идет а недвижимость я здесь не увидел вот что ж жаль ну хорошо ладно спасибо вам большое спасибо было клево да счастливо пишет у нас Николай Моисеенко ты это сыроедом объясни да я был тоже в тусовке о я знаю сколько на меня набросится сразу этих комментариев по этому поводу сыроедческих но я вам так скажу если ты живешь где-нибудь в Таиланде да можно попробовать но когда ты живешь в Москве я считаю что это просто самоубийство вот и все там нет вариантов чтобы по-настоящему получать энергию через продукты в которых реально есть солнце когда что такое сыроедчество когда ты продукт взял с ветки и он полон солнца вот в Сочи это возможно и ты его съел пока он доедет до Москвы в нем нет праны поэтому это вызывает серьезнейшие заболевания поэтому я к сыроедению отношусь как это супер штука чтобы почиститься и реально прям изменить свой организм ну на месяца три но если жить в этом плане у человека как будто какая-то уходит опора что ли внутренняя и не всем это подходит по темпераменту это надо смотреть я часто вижу что раздражение больше у сыроедов почему потому что ты не ешь как бы тяжелую пищу ты ешь легкую ты становишься более тонким более чувствительным и естественно в обидах это проявляется куда жестче и появляется такая жесткость особенно если ты это воспринимаешь как что-то типа мелкой такой религии что вот я это ем это все должны есть это еще усугубляет человеку приходится общаться больше с людьми по уровню питания вы только представьте то есть ты общаешься с человеком и так людей там просто трудно найти которые адекватны с кем ты можешь наладить язык мы все ищем а ты представь ты их еще и по питанию будешь распределять типа вот ты мясо ешь все мы не общаемся ну это же ну блин о чем разговор это очень тяжелый путь мы себе выбираем я спрашивал у учителей у мастеров в индии они сказали что для современного мира сыроедение это опасная вещь если вы живете в урбанистических городах если вы хотите сыроедить это должен быть как минимум юг либо проживание в индии потому что оттуда это и возникло а когда мы пытаемся соединить это неправильно на самом деле и очень опасно но я понимаю что не все это воспримут возможно не любят сыроеды когда я эти вещи говорю много лет на себе питание провела всякое да все зависит от многих факторов не знаю я вегетарианил 8 лет сдавал кровь слава богу но ты знаете что мне сказал врач он мне сказал у тебя переизбыток тромбоцитов и лейкоциты тоже повышенные я поэтому сдавал кровь и у меня как бы из-за этого был баланс я для раковых больных сдавал и на плазму тоже получается он сказал что тебе мясо вообще не нужно у тебя в крови реально этого много но блин если бы у тебя этого не было и ты бы вот так столько лет его не ел ну это бы плохо для тебя закончилось то есть у всех своя какая-то группа крови какие-то свои параметры поэтому то что все вот так вот разом туда двигаются и еще я вам скажу если все таки вы хотите стать вегетарианцем не вздумайте это делать без практик все становятся вегетарианцами когда медитируют почему простой ответ ты когда дышишь дыхание делаешь ты как бы делаешь более глубокие дыхания и больше дыхания попадает в воздух а попадает в кровь и вы знаете еда она тоже обладает кислородом то есть мы насыщаемся через дыхание и получается что наш организм начинает быть более как бы насыщенным и он легко усваивает все и у него обмен веществ увеличивается и это говорит о том что он может это быстро все взять из очень легкой пищи а тяжелую ему не хочется потому что почему-то при дыханиях ты начинаешь чувствовать как эта тяжелая пища долго переваривается а организму хочется чтобы это быстрая энергия была и он начинает сам из-за дыхания становиться вегетарианцем все кто это делает без практик выпадают волосы нафиг ну короче не рискуйте вы должны дышать в этом фишке вот и я забил на это это их выбор и ответственность так аню сейчас набираю а я люблю мясо к сожалению люди не учитывают конституцию своего тела когда хватают тенденции мира ну вы знаете когда мы говорим о земле мы говорим о капхе то есть это конституция человека такого утяжеленного это часто бывает когда человека вот интересует только логический материальный аспект у него и тело становится подвержена гравитации больше не гравитация притяжение а когда у тебя появляется абстракция духовность то твое тело становится легче вы про это нигде не прочитаете это уже мои умозаключения просто наблюдал за этим и конечно не хватает земным знаком этих вещей во многих городах найти хорошие биопродукты очень сложно химию постоянно употреблять не стоит поэтому в этом проблема надо реально смотреть на вещи так аня давай я тебе набираю Венера в тельце в девятом доме что означает ну что девятый дом это у нас же дом знаний Венера в тельце вы если там посмотреть куда она выходит она выходит в дом денег как раз бьюти индустрия это дает возможность привет привет так слушай Сидорова же ты да? да 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 так пропустила я свои эфиры со Львом смотрела в записи вообще прям эмоции зашкаливали конечно прям в точку точку ты как раз задел эго там вот у Львов большое эго и ты сказал что это эго нужно вкладывать в других чтобы другие это достигали ну вот я сейчас свое эго перенаправляю для своих на своих двух детей слушай ну да и с этого можно начинать а потом уже будут другие люди у тебя что у тебя телец стоит в восьмом доме эзотерики и там же стоит Венера ну Венера в восьмом доме она такая в плане отношений недоверчивая ну как бы дом достаточно темный и доверия может не быть но ее же можно направить если она там что-то изучает вот ты сейчас изучаешь астрологию то начинаешь понимать как все устроено восьмой дом это дом исследований если человек не исследует то это превращается в страхи получается что там телец твой телец настроен на то что через восьмой дом он хочет получить какое-то эзотерическое знание которое бы он мог применить в области денег то есть обладая какой-то силой и знанием ты можешь управлять этой энергией поэтому нужно копать получается исследовать это очень глубоко потому что телец зашел очень необычный дом и он хочет там найти какой-то комфорт хотя восьмой дом то не сильно комфорт но это значит что хочешь себя подстраховать какими-то областями знаний которые тебя подкрепят твой комфорт в жизни то есть чтобы ты управляла как-то жизнью более тонко восьмой дом это же дом таких тонких энергий тоже ну и венера выходит в первый дом еще это говорит о развитии сексуальности от нее очень сильно зависит твое положение вещей потому что восьмой дом дом секса венера сексуальная планета телец тоже такой знак фантазии я слушала эфир да я слушала эфир с весной там ты рассказывал как раз про сексуальность про венеру ну прям я потом правда и мужу дала эфир послушать он думал он говорит а что он с тобой так лично знаком что так про тебя знает я говорю нет он так хорошо с астрологией знаком это хороший кейс слушай прикольно если уж муж оценил да слушай клево ну что ага я давно уже замечаю у себя что есть такие наклонности в плане снов они ну не первый раз замечаешь что приснится такой сон допустим и через некоторое время он сбывается очень часто приходит ко мне ну покойный дедушка бабушка как сказать что видно вот это другое это на деньги не влияет это кету в первом доме с духами дает связь и со снами здесь наоборот не стоит углубляться в это потому что это как раз энергию размывает денежную все кто подсоединяются к тонким мирам теряют энергию материальную почему мне и нравится астрология что все-таки это программа а не я подключаюсь к полям людей вы когда-нибудь видели какого-нибудь экстрасенса который вот он прям такой знаете и все у него хорошо он живет в большом доме у него семья и он просто я не встречала я вообще я сколько не видел их у них все время что-то дикое творится даже если они известные то есть у них а потому что из-за тонких полей земная энергия сильно страдает им приходится тоже балансировать себя ну вот выходит что наоборот более понятные науки астрология нумерология то что практичные вот это надо изучать ну интересоваться что касается твоего льва льва ой льва говорю слушай деву деву а мы сейчас придем дева у тебя в двенадцатом доме ну это изучение то есть Меркурий выходит туда дева она хороший ученик в принципе через двенадцатый дом через онлайн через заграницу хорошо изучать какие-то курсы усиливать свой Меркурий да я уже устала учиться Максим у меня уже муж уже дома говорит ну что куда идем на сей раз какой курс у нас парикмахерство визажи что у нас еще а астрологии у нас да а не астрологии на астрологии мы идем он уже устал от того что я без конца я ежемесячно в течение года наверное десять месяцев я только учусь и учусь всему вот что мне нравится я вот учусь да у тебя получается Меркурий то из дома профессии идет и поэтому он так ловко этот двенадцатый дом использует ты же и работаешь как раз через виртуальное пространство ну да ну и выходит что твой козерог стоит в доме быта отношений домашних юпитер у тебя там в падении ну как бы это хорошо для каких-то знаешь канонов семейных козероги они очень такие архаичные чтобы твой козерог там проявился у вас должно быть какое-то общее расписание с семьей ну например вы вместе обедаете там у вас есть какая-то символика что вот по выходным семья вот хоть убей но она едет там на огород или в баню то есть вот это козерог у вас есть какие-то каноны и традиции если их нет то ну как то не проявляется он короче козерог любит какие-то вот такие вещи но у нас такие есть да мы все праздники день рождения новый год то есть такие именно семейные праздники мы проводим чисто такой узкий узкий круг я муж и двое детей наших больше никуда не в гости ничего ооо козероги они вот так делают прикольно прикольно но при этом ты можешь слишком быть перфекционистом в плане порядка и правил козерог это жестко ты можешь прям тебя раздражение может вызывать если это вот не там лежит там все такое и не сейчас сделали моментально да это надо моментально сделать представь у тебя козерог в доме вот где вы живете с мужем который хочет чтобы было вовремя а овен который хочет в отношениях чтобы было еще и быстро да да страдают все все страдают а если этого не будет то подключается раху который в седьмом доме и устраивает бомбец вообще войну в Ираке да даже хуже 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 у тебя тут просто организованная преступность в карте работает то есть у тебя тут группировка вообще жесть надо назвать как-то красиво и потом но я уже придумывал например для маленьких городов я сам с маленького ну говорить там первый дом это смотрящий ха-ха-ха ха-ха-ха нет вот ты знаешь вот я сразу когда мне делают что-то по-моему и не моментально я сразу понимаю что во мне просыпается раху моментально вот там знаешь доли секунды все и настолько вот мы живем с мужем уже 13 лет он знает что если в течение пяти минут не подъедет машина которую я сказала да допустим он должен подъехать она будет разрушена это ты что это не только будет она разрушена это будут разрушены все планеты его мои все все там у нас война творится поэтому да а не извини у меня тут минутка осталась побежал давай спасибо спасибо большое видали как интересно получилось вот я за эти три эфира что ну как бы какая моя задача я буду рассказывать карты и хочу вам побольше практик дать сегодня был больше разбор но так же как и с огнем на второй на третьей лекции уже будет больше разбор фу блин все уже короче практики какие-то для усиления материальной энергии вот и ну как сказать я вам скажу что пока скажу что лучше не делать техники слайдов по зеланду я бы не сказал что это хорошие техники потому что проживал это и если изучая астрологию это плохо работает потому что у человека может быть реально период где он должен открывать свой духовный мир создавать семью и и быть в балансе в гармонии в отношениях он прочитал книжку и начал настраиваться на квартиру и машину халявной энергии не бывает она идет откуда-то ты начинаешь создавать слайд ты начинаешь его подпитывать а откуда что его будешь подпитывать из других областей естественно у тебя будет эта квартира и дом а вот что будет с твоей семьей и с тем периодом который все-таки для чего-то мог быть другого это уже вопрос поэтому когда вы что-то желаете а особенно ставите себе цель что я должен это сделать во что бы то ни стало все-таки добавьте долю сомнения потому что эпоха лидерских курсов вот этих слайдов и вот этого тупого намерения там перед зеркалом она уже прошла то есть сейчас мир другой сейчас цели меняются они меняются по пути вы не знаете что вы на этом пути встретите я уж точно не собирался быть астрологом я вам скажу что я до сих пор пребываю в шоке поэтому не загадывайте лучше занимайтесь просто тем что нравится а к чему это приведет никто не знает ну что завтра второй уровень будет у нас расскажем также про землю посмотрим карты по техникам я вам расскажу спасибо вам большое что вы все участвуйте мне это для меня это важно